Всем привет, дорогие друзья! Привет! Наступило долгожданное лето! И мы... Что происходит? Арни обещал вернуться, и он вернулся в игре Терминатор. Это реально интересная игра, которая не отнимает много времени. Самое то, чтобы позависать в неё вечерком. Первая мобильная стратегия, в которой ты выбираешь играть тебе за людей или за машины. Эпичные баталии каждый день. Google и Apple Store продвигали эту игру в своих магазинах приложений как уникальный продукт по мотивам легендарного фильма. Если вы прямо сейчас скачаете игру по ссылке в описании, то получите 150 монет, которые на 100% ускорят ваше развитие в игре. На днях будет крупное наступление на вражеский лагерь. Так что скачивайте игру, и будем наказывать врагов вместе. В общем, друзья, действительно наступило лето, мы смотрим на всё, что происходит вокруг, и мы поняли, что самое время устроить новый чумовой проект. У нас весь город состоит из набережных, в которых ты стоишь в этих душных пробках, жаришься в машине. И постоянно смотришь на вот эти экскурсионные кораблики, какие-то лайнеры. Ты постоянно волей-неволей задумываешься, вот было бы круто браздить по водным просторам и вообще не париться от всех этих дорожных ситуаций. Но задумываясь об этом, каждый человек понимает, что это нереально, недоступно. Как вы могли догадаться, по названию этого ролика мы с Егором решили разобраться в этом вопросе от и до. Поэтому мы покупаем спортивный катер с V8. Хе-хе-хе-хе. А что по цене? Какой-то торг. Он был у меня там 130 или что-то, что-то такое. Соответственно, до 100 мы можем опуститься. Ну, определяйтесь. Мы его берем. Мы его. Меня успокаивает, что Егор уверен, мысли по поводу того, что он его починить. Как бы херня, да? Нет, ну, по сути, чинить. Это очень редкий катер. У него стационарный двигатель, стационарный V8. Причем V8 этот от грузовика. Но так, по габаритам, вы можете понять, что полкатера занимают люди, а полкатера занимают мотором. Смотрите, катер – это целая проблема, оказывается. Я даже предположить не мог, потому что его так сложно вообще транспортировать и забрать отсюда. Мы уже минут 40, наверное, этим занимаемся. Когда мы его покупали, мы его смотрели в огромном таком ангаре. И он казался, ну да, лодочка, катер какой-то. Мы его привезли в гараж. Посмотрите, разницу с Blackjack. Это просто какая-то крошечная машинка. Это огромная лодка. Ну, уже ощущения очень приятные. Хоть это не плавает, а летает, но все равно кайф. Мне нравится, что он праворолит и такой GDM, прям настоящая Япония. В общем, в итоге у нас есть вот такой вот замечательный катер, вот эти две бумажки и договор купли-продажи. Это у нас паспорт. Спортивное моторное судно. Барей для буксировки водных лыжников. И вот такой судовой билет малого судна. Глав Скотт Пром. Экспериментальный завод спортивного судостроения. Экспериментальный завод спортивного судостроения. Что мы купили вообще? Роман, короче, у нас пропустил полностью весь момент покупки. Парень просто опоздал на жалких 20 минут, и его уже не пустили на территорию завода. Я 40 минут простоял, короче, думаю, пошли вы в сраку, я поехал. Короче, заоценивай, что скажешь. Охренеть. Мотор зверь. Мне кажется, на нем летать можно. Капец, он здоровый. Блин, у него же расход дичайший вообще. Здесь, короче, с лыжником расход 20 литров у людей. Трудно. Все работает, да? Все приборчики, все вот это. Да. На воде он очень дерзкий. Мы видосик уже нашли, как такой же точно Барей жарит. Масло в двигателе, вы посмотрите, вы посмотрите, какое чистое масло. Такое бывает вообще? Чистое, со стружкой. О, ну воняет вообще капец. Тачка новая. А может и палец наносил бал. Отличается от автомобильного двигателя, собственно, от газона, да, если будем так смотреть. Ну, похоже, двигатель ставился на чайки, они различаются объемом. Только здесь охлаждение коллекторов водяное. Ну и также охлаждение двигателя. Здесь нет радиатора. Ну, грубо говоря, как радиатор от автомобиля, если погрузить в воду. И двигатель будет нагревать этот радиатор и отдавать тепло Ниве. У нас при погрузке возникла небольшая проблема. Вылетела доска, которая между строп была и стропы, резко ударили по корпусу. И он выдержал эту нагрузку. Доска-пятидесятка сломалась, а он удержал. Не надо так делать. А он хочет намотать мне яйца на коленвал. Случайно. Вот он, ключевой момент. Бензин внутри, электричество подключено. Если он сейчас заведется, то это просто успех. Потому что все-таки мы не знаем. Да, да, нет, нет, нам никаких гарантий не дали. А вот вы только прикиньте, какой будет следующий уровень, если мы уже мутим с тачками. Причем мутим очень нестандартные виды тюнинга. Мы взяли сейчас катер, и я вам гарантирую, что мы его и внешне сделаем круто, и прокачаем его как экзибит изнутри. И вообще будет реально очень весело. У нас идей просто миллион. Что будет дальше? Какой следующий уровень? Ну что, самолет будем делать? В чем проблема? Да, кислились. Такое очень часто бывает, то, что контакты на стартере, ну сама втягивающая, ну подсыхает, закисает. В общем, грубо говоря, его надо сейчас завести пять раз, и все будет работать. О, ты что, ты сейчас все сожжешь? Это минус! Блин! Бля, я вообще каратыш прям, плавит металл. Короче, было то, что ничего не было. Просто старость, годы. Стартер просто остыл немного, подустал. Мы возвращаем стартер обновленный на свое место. Ведь смазанный, почищенный. Сейчас будем крутить двигатель. Ну и, соответственно, если есть искра, то он должен завестись. Транспортные средства меняются, проблемы остаются одни и те же. Да ладно! Бля, Ром, аккуратно! Да бля, не ночь! Ну че? Моща! Мы выяснили экспериментальным путем то, что у нас не хватает одного винта, у нас не хватает рулевого, но двигатель работает. И это значит то, что осталось буквально всего ничего. Подсобрать того, чего нету, оформить его, и можно отправляться в первое путешествие. По мотору все шланчики, как пошел бензин, начали обоссываться. В общем, нужны шланчики, хомутики, клемма. Ну, как это бывает, очень много помелочек. Смотря на этот мотор, знаешь, какое ощущение, что он маслкарный мотор, он должен ну просто быть пулей вообще на воде. Я ни разу не видел катер с В-8. И с правым рулем еще при этом. И с правым рулем! В следующей серии мы реально должны решить все проблемы и отправиться уже на воду. Ну, а потом начинаем тюнинг этого катера по стандартной схеме. Вы поняли, да, что это действительно новый чумовой проект? Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие серии. Ставьте лайки этому видосу. Ну, а на этом, в общем-то, все. Всем огромное спасибо за внимание. С вами были Егор, Илья, Роман. Пока! Все, мы убиваем. Заводи Егора на основный череп. Поехали! Поехали! Субтитры подогнал «Симон»